29 дней назад я был волонтером кандидата президента Мексики Мартина де ла Крузо. Сегодня, спустя 29 дней, я приехал на оппозиционное мероприятие против повышения пенсионного возраста. Проходит оно на проспекте Сахарова, известное место. Так, пойдем посмотрим, что там происходит, ну и уже будем делать выводы. Будем делать выводы, что там происходит, будем делать выводы. Будем продолжать выводы, что это не так важно. Они не виноваты, не виноваты, подписывают законы, а в результате библии. Так, надо будет еще по-настоящему. Понимаете, что это значит, что люди убийцы, ротики и операторы. Я думаю, когда виноваты призывают за свое действие, 12 лет подряд одно и то же, люди не нужны. Это дорогое стоя. Это действительно некое водяное перемирие против общего врага. Правительство подставку! Бузы, нам нужны боевые профсоюзы! Это прецедентное право отсутствия давления со стороны государства. Я руками и ногами это поддерживаю. Также есть другие пункты программы этой партии, которая не вошла и стала официальной, хотя существует с 2008 года. Вообще, если рассматривать партию любитрианцев, она возникла за 7 лет до моего рождения. Это третья популярная партия в США, хотя в Соединенных Штатах две партии власти, это республиканцы и демократы. Но, тем не менее, они выдвинули в 2016 году своих кандидатов. Это был Генри Джонсон, который набрал 4 миллиона голосов. Ну, в принципе, программы партии похожи. Ну, также с Яблоком вообще давно уже взаимодействуем. Они тоже здесь, с Митрохиным и так далее. Итак, ребята, мы в настоящий момент на акции протеста в Москве. Это проспект Сахарова между Садовым кольцом и станцией Комсомольская. Такая вот ситуация. Кто желает помочь политзаключенным?